всем привет ребята машин нету почти людей очень-очень мало прям конкретно мало сейчас мы до дома дойдем и расскажем самые последние новости на 15 марта в литве а теперь список из 15 пунктов которые ни в коем случае нельзя делать в литве список официальный читаем это список действует на период карантина ну все теперь иностранные граждан не смогут сюда заехать родственники смогут заехать но опять говорят что нужно доказать это что это что делать люди которые работают смогут заехать и люди которые еду распространяют тоже могут заехать страну остальным нельзя все в нем не попадаете сейчас и россия закрыла границы и так слышал и америка да в общем сейчас глобальный карантин к везде закрыты до сократится количество пограничных пропускных пунктов через который может быть ехать ветву ну соответственно да раз они не пропускают их зачем им работников тратить лишним понятно теперь вы не сможете заехать куда хотите будут ограничены смотрите может будут меняться граждан литвы запрещается ездить затронутой коронавирусом страны всем видами транспорта всеми видами транспорта также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями китай гонконг иран япония южная корея сингапур германия франция испания италия исландия норвегия и швеция австрия дания нидерланды швейцария и египет очень много стран было намного меньше буквально дня два наверно назад было стран шесть ну да тем более если это вообще обсуждает что вообще границы закрыть ну да то есть не закроет то без разницы какая страна все равно не поедешь запрещена вся торговля в магазинах кроме продовольственных продуктов то есть все закрыто закрыты уже кафешки хотя карантин завтра закрыты все торговые там закрыты все салоны кстати красоты всякие эти аптеки остались открыты парикмахерские все закрыто кстати мы сейчас узнали что карантин же завтра и люди сейчас на выходные активно бронируют салоны красоты парикмахерские прям активно да потому что хотя вот это все карантин для людей они люди давай по-быстрому мы сейчас по-быстрому не надо но мы все равно сделаем это странно приоритеты да ну соответственно как бы и магазины закрыты все абсолютно помещение где может быть большое скопление людей и вообще мероприятия тоже все закрываются даже на воздухе чтобы не было большого скопления людей чтобы не переходим не передавался крии пятый пункт деятельность кафе баров и за исключением услуг еды на вынос все закрыто кстати по еды на вынос тоже там с какими-то задержками на барборе тоже почему-то там нет этого фуфа лака и мясо как люди пишут комментарии в фейсбуке и говорят что только через две недели будет хотя в других магазинах оффлайн навалом этого молока навалом этого мяса где нет вот это эффекта пустых полок или там эффекта вот этой паники когда ты заходишь в магазин и видишь что почему-то кто-то взял себе в тележку там 100 пакетиков молока не понимаю зачем то неосознанно начинается такое знаете паника небольшая ты начинаешь бегать что осталось хватает что там видишь вторую коляску кто-то там еще все накопил мясо там есть прилавок все забрал зачем непонятно других магазинах все навалов где нет вот этого паники непонятной продукты есть запрещается вход круизных лайнеров клапецкий порт тоже понятно в принципе да никто сейчас не путешествует учреждением публичной администрации запрещается оказывать необязательные услуги тут мы немножко не поняли то ли это как бы например налоговая например сейчас не будет доказывать как бы говорили то что вот людям например отложат уплату налогов потому что людям и не с чего сейчас заплатить будет и большое скопление людей это основная тема которая меня тревожит это когда и сколько платить налогов потому что сейчас с вирусом многих людей сложно будет заработать не все работают на зарплаты зарплаты точнее все многие работы зарплаты даже зарплаты нет накоплений и плюс еще там где люди сейчас не нужны их увольняют как наш знакомый сказал что в аэропорту если там продлится это то скорее всего будут увольнять вот чтобы не платить деньги так что надеюсь помощь от государства это будет что там и хотя бы уплату налоги подальше это двинуть потому что сейчас не хочется тратить эти деньги на налоги налоги кстати уже можно платить в конце месяца по идее надо было бы до запрещается посещение пациента в лечебных учреждениях а также в тюрьмах заключенных это в общем достаточно такой страшный пункт с одной стороны оправдан с другой стороны очень неприятно если кто-то из твоих близне знакомых заболел ты не сможешь на него ну да если вы раньше приходили я сейчас можно только по телефону да но телефон хотя бы телефон но все равно как-то это неприятно вот продолжается тоже запрещается предоставление услуг спа реабилитации если не связано с лечением запрещается 10 парикмахерских салонов красоты то есть все абсолютно общественные места где могло бы быть скопление людей все закрывается запрещает как не смешно уже говорили выше люди прям на воскресенье там хотят все посетить и спа и парикмахерскую все чтоб красоткой были ограничивается количество пассажиров между городних автобусах и поездах чтобы сохранять дистанцию между пассажирами рекомендуется это применять в отношении городского транспорта ой это такой интересный пункт а мы сегодня с утра сняли как люди стоят на автобусных остановках там наверно два метра между каждым в автобусы с утра вообще улицы были пустые два автобуса стотиц это вокзал с вильнюса центр поехали первый полностью в пустой второй там четыре человека сзади сидело как людям садиться в автобусе чтобы дистанцию конкретно нету да и непонятно как и тоже по идее говорят один метр нужно соблюдать но автобус не настолько длинный там как бы если с одним метром там чека четыре может пять влезет и все как бы как это все будет происходить непонятно то есть говорят что сохранять дистанцию но людям нужно объяснить хотя бы тут не садись там садись типа дистанция но если так оставить на произвол то люди не будут расходиться непонятно потому что гостиницы при необходимости должны будут пускать людей на карантин государство будет это оплачивать это очень хороший пункт то есть уже видно что государство готовится и вот скажем на если понадобится то уже подготовили еще очень интересно что у нас есть знакомый которые работают в медицине которые как раз занимаются лечением это они нам сказали это ничего не официально или как-то там не знаю где-то про сказки не рассказывается но в общем они сказали что литва все-таки готовится очень хорошо и уже готова даже целая там больница если количество больных будут расти еще этого нету хотя сегодня уже сказали вы считал 26 уже больных в литве вот в ком тоже прочитал а вот то есть уже все готово не будет такой волны как в китае как не не в китае даже в италии когда не хватает ничего не хватает не мест потому что они не подготовились и все нахлынуло в лице все уже готово уже целая больница готова если понадобится надеюсь не понадобится и все будет у нас хорошо ну образовательные учреждения остаются закрытыми до их с пятницы закрыли в руки отправляют надо мы слышим да кстати онлайн они учатся в лечебных учреждениях откладываться плановой операции за исключением необходимой медицинской помощи отказываются услуги реабилитации ну то есть видимо всех врачей перенаправляют именно вот в это чтобы максимально все были задействованы как в государственном так и частном секторе работникам рекомендуется работать на дому у это интересный пункт рекомендуется но и не думаю что даже у половины есть реальная возможность прям за неделю стать ну дома работать если вот даже я давно не программировал и мне сейчас нужно чтобы программировать хотя бы вместе что-то верстать уже все так быстро меняется и я не смогут завтра пойти ну что конечно могу за дешевку что-то там ну например если сказать что человек в офисе сидит у него программное обеспечение на котором он работает а ему тоже самое компьютер только дома поставят тут надо смотреть я думал какая работа просто если человек дома никогда не работал то он не будет опять же по программированию тоже с дома работал работал на крупной компании и у нас постоянно налажена система дисциплины созвоны митинги ты пишешь там программы что потратил на что если это не налажено в компании то эффективность то что дома сидит человек это будет для него отдых как бы я работаю сам телек смотрю то есть ну посмотрим что это будет я надеюсь это закончится скоро и это ничего не понадобится это были новости стать еще вот пункт последний что за невыполнение всех этих обязательств грозит административно и уголовная ответственность так это пункт очень интересный почему во первых я не понимаю как хорошо у нас есть такой пункт скажем про пассажиры в автобусах чтобы сохранять дистанцию то есть какая будет уголовная ответственность как тут написано да на статье дэлфи за то что ты не соблюдал дистанции если какая-то дистанция или будет кто-то ходить с линейкой не знаю это как-то очень странно но видишь что написано органе а ограничивается количество пассажиров то есть возможно ругали человека а например тем более междугородние то есть билет вильнюска у нас и билетов было например 40 а станет 15 там 10 а так скорее всего но как еще они могут я просто думал это еще относится тут рекомендуется это то есть это как бы необязательно это рекомендуется интересно как это будет выполняться в городском транспорте то есть скажем там не знаю сколько 50 50 9 если невозможно проконтролировать сколько билетов водитель может то есть он будет пускать с главного входа так скажем 50 мест я помню была новость до этого где говорил что водитель не должен пускать с главного входа чтобы там на ему типа тоже наверно вирус спасибо ну не знаю туда блин это сложно будет постоянно считать кого-то пустит это вообще в бред какой-то начинается ну мне кажется каждый день просто чуть ли не каждый час добавляются новые новости у нас вот уже бы 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 вот этого да вот сообщение было которые тоже за карантин то что рассказали за коронавирус постоянно какие-то экстренные сообщения приходят в общем не знаю сейчас реально мне кажется люди вот мы среша вообще никогда знала себя не следили сейчас мы начали за ним следить потому что ну тут как бы никак без новостей ну типа не понимаешь ой блин это все за коронавирусом прям везде просто во все сферы юмор теперь корни вирус ки знаешь ну к примеру вот видел фейсбуке срочно мужчины с запасом гречки и макарон познакомься женщины с запасом сахара туалетной бумаги это понимаю смешно это юмор конечно пошел корни вирус уже в шутки зашел уже просто неотъемленная часть нашей жизни про магазины тоже очень интересно пишут люди в комментариях видно что продуктов навалом люди сами пишут ну нет паники никакой с продуктом этого просто эффект пусых пола когда там кто-то там закупит все сто этих мешков молока и все типа что еще мы еще печально такая новость очень много распространяется видюшек когда люди специального томс видишь плюет на свечки плюет просто ходит и плюет так не фактически они вот в китае смотри те же вот он слюни какие-то выпускают себе и брызгают я не знаю что там происходит в китае но это какая-то это бред какой-то вот очень много такого никакита психически просто не факт что они больные реально коронавирусом вот плюет там что-то делает вот в лифте тоже дедушка поплевал туда вот слюной так вымазал ребята в общем это была наша новость и следите мы тоже будем следить и будем с вами связь